Здравствуйте! Я Татьяна, и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Мои дорогие девчата, видео выйдет по моим подсчетам в день 8 марта. Поэтому с праздником нас! Здоровья и душевной гармонии! Я так не играю. Посмотрите, какой цвет космос. А вот так ставишь, как будто какая-то пестрота черно-белая. Ладно, будем вот так держать. Девчата, я уже какой день, мне кажется, вы себя узнаете, когда покупаю что-то новое. Хочется потискать, потрогать, покрутить, повертеть. И вот после покупки бобинок я уже какой день играю с ними. И сегодня покажу вам образец, вы его просили. Пряжа Клан. Название запомнила. Осталось только состав еще запомнить. Я его лучше по шпаргалочке почитаю. 45 бэби альпака, 16% меринос, 26 акрил, 10 па, 3 люрекс. Раз, раз, 460 метров на 100 грамм. Вот такая нитка. И вдобавок к ней я взяла махер, потому что не знала. И до сих пор не знаю. Буду вязать только из бобиной пряжи. Или добавлю чудесненький махер. На всякий случай покажу название махера. 46% суперкид махер, 4% меринос, 50% па. Очень традиционный, привычный такой метраж. 1000 метров на 100 грамм. Вим Блэддон махерчик. Так как я отмотала его, в отмотыш взяла. Я вам показываю название. Если я надумаю вязать исключительно черную паутинку, только из него одного. Я обязательно, ну, образечек свяжу небольшой. Но если я надумаю вязать вместе с этой пряжей, то уже вот образец. Сейчас покажу. Вот он. Начинала я вязать на троечке. Здесь только одна пряжа клан без махера. И вторая половина. Вот это, наверное, я сделала неправильно. Лучше надо было связать отдельный образец только из пряжи. Отдельный образец только из махера. Но уже что сделано, то сделано. Связала. На тройке. Мне показалось, это рыхло. Думаю, может быть, после ВТО что-то там схлопнется. И спицы будут нормальными. Здесь я вязала на 4,5. У меня вот козерожки 4,5. Больно удобно на них вязать с махерчиком. Вы знаете, и то, и то оказалось рыхленько. Нет, ну 4,5. Если паутинку, вот из махера вязать, если паутинку, то самое то. Просто я хочу джемпирог, под который никакую поддевку не надо. А у меня, вот если бы тонкой и звонкой, да, все, это прям уже зафиксировали, может быть, даже пятерку, может, даже шестерку взяла. Если не восьмерку. Чем дырявее, тем лучше. Но так как у меня, как бы, цель спрятать эти зоны, где начинаются брюки, белье, пусть даже телесное, я, наверное, буду вязать на четверочке, на 3,75, на четверочке. Ну и тройка, тройка, вот одна эта пряжа без махера, тоже для меня дырявенькая. Для палантина, да, для джемпера нет. То есть, вы знаете, образец, можно сказать, чуть-чуть распрямились петельки, но он не схлопнулся, он совершенно не изменился в размерах. Я делала, как всегда, небольшой подсъем, чтобы показать образец до и после. Но у меня пишут, что файл как-то там не испорчен. Ну, какие-то неполадки в файле. Я думаю, ну и ладно. Единственное, здесь была более подсборенная резинка, и для того, чтобы измерить размеры, измерить размеры, для того, чтобы, значит, снять мерочки, я заколола иголкой с одной стороны, иголкой с другой стороны. Вот так вот слегка. А после стирки он уже так сам зафиксировался. Вот и вся разница. С первых минут, хотел сказать, с первых рядов после резинки образец стал косить. Ну, вот как можно такую красоту превратить в некрасоту? Здесь очень красивые цвета. Очень красивые цвета на черном. И чтобы показать косину, на большом экране это будет заметно сразу, на маленьком вряд ли. Посмотрите, я сейчас положу спицу по ходу одной петельки. Прям возьму ее сначала и проведу. Ну, и положу спицу, как это должно было выглядеть, перпендикулярно образцу под прямым углом к резинке. Разница очевидна. Я не переживаю, когда полотно косит. Кстати, это поворотными рядами, обычно по кругу косит. И я не могу сказать, что очень сильно выпрямил махер. Без махера косило больше, с махером косит чуть-чуть меньше. А может быть, просто расстояние небольшое, чтобы полотно выпрямить. Еще свежий я сантиметров 25. Может быть, махер выпрямил. Я не знаю. Дело в том, что мне образец нужен был не для расчетов. Я просто посмотрела, что спицы буду брать поменьше. Это я для себя уже решила. Хоть буду с махером вязать, хоть без махера. А вот как буду вязать, не решила. Потому что какое полотно мне нравится больше, что до ВТО, что сейчас, я сказать не могу. Посмотрите, какая прелесть без махера. И посмотрите, какая прелесть с махером. Более черный он становится, более пушистый. Но это логично. Вот прям такой пушок врывается наружу. Более теплым, как я понимаю. Быстрее свяжется. Очень много всего за. Но и здесь ведь прелесть. В общем, так я и не решила. Может быть, то, что костяна чуть поменьше становится и выравнивается, тоже как плюс. Но я же буду, скорее всего, регланом сверху по кругу вязать. Конечно же, только лицевой гладью. Поэтому, может быть, мой образец не похож на все те привычные образцы, которые обычно у меня представлены. Где и резиночка, и лицевая гладь, и какой-никакой ажурик, и резинка. Уже такая художественная, или жгутики, как мы их называем. Мне нужна лицевая гладь. Я поняла, что после ВТО не схлопывается образец. Он остается таким, мне кажется, даже и размеры. Мне не очень удобно. Вот размеры, которые были. Другими словами, не разгадала у меня образец загадку. Вязать без махера или с махером. Вот посмотрите, какая прелесть с махером. А я без махера еще лучше. Размеры не изменились. 29, 25 и 14. Я могу это даже показать. Сейчас я перейду. Но я уже мерила с утра. Первым делом, что я сделала, это померила. Видите, вот 14 и какие-то 3 миллиметра. То есть, так оно и было. Так, теперь опять с другой стороны. В районе 30, где-то 29. Это с махером. Ну, его, да. 20. Так, а вы ничего не видите, да? А я так умею. Чего-чего? А снимать-то я круто умею. 29. Вот. И 25 примерно было здесь. Я иголочками растворяла. Да, даже в районе 26. Но это расправилось. Здесь было под сжатие. То есть, вы знаете, не ждать таких каких-то сюрпризов, как мы вот ждали в недавнем ролике. Я показывала, да, у пряжи с эластаном. Там своя прелесть, тут своя прелесть. Если платьишко-то связать, конечно, будет везде, ну, как везде, на локтях, на мадам сижу. Все это будет оттопыриваться, отвисать, растягиваться. А с эластанчиком нет. Но зато, если в образце с эластаном, да, предыдущую пряжу я вам показывала. А где он у меня образец? Он же у меня рядом. Вот он, мой красавец. Вот он до ВТО был воздушным. Вот его трогаешь. Вот, вы знаете, это вот невесомость какая-то. И хочется такой джемпер. Прям хочется, да-да-да-да-да, такой джемпер связать. И больше ни о чем не думаешь. А после вот того, как мы его постирали, да пропарили, да, вот так, пум, сомкнулся из эластана. Стал таким вот серьезным парнем. Где воздух? Где у нас воздух? А не знаю, где воздух. И как-то, знаете, джемпер, ну, подвяжи, пожалуйста, кардиган. Но здесь вот больше хочется штанишки, юбка. Прямо так вот просится, юбка, платье. Совершенно другой после ВТОшный вид. И нет, вид может быть такое ощущение, вот совершенно другие. Где воздушность, воздушность пропала. Здесь же, как воздушность была, так она и после ВТО осталась. В общем, я для себя пока на вопрос не ответила. Потому что и это нравится, и это. Если меньшими спицами рискнуть войти еще в процесс прям так, если хочется связать побыстрее, но не потерять никакой красоты, то можно вот это. Девочки, не могу я вам сказать, не могу. Ощущения прекрасные. Смущает только вот косина. Если вот кто ее прям настораживает. Меня она не смущает. Я после как-то ВТО раскладываю и ношу. Косит, косит, не косит, не косит. Тем более косит не часто. Ну вот это прям, конечно, прелесть. Черный радуга цвет. Прелесть прелестная. Вообще миксовать я почему-то вот... И миксовала раньше много. Ой, сиреневый. Какие моменты? И миксую сейчас. Но сейчас особенно. Мне почему-то хочется что-то, что-то с чем-то как-то. Интересненько все это. Очень интересненько. Космос. Джемпер будет называться Космос. Как бы я не решила вязать, называться он будет Космос. Это название есть уже хорошо, да? Ой, он раз в пять интереснее, чем показывает его телефон. Девчата, про знакомство с новой пряжей все. Дальше я вам хочу сказать вот еще о чем. Бобинку у меня... Ну ее новой не назовешь. Осенью я брала. Покупала. Мне она очень нравится. И я... Связав образец... Сейчас, сейчас, сейчас. Связав образец... Как вот видела, мужской джемпер очень солидный для тех мужчин, которые не боятся этой самой... Ну, этих вот градаций мужские цвета. Они мужские. Чудесный, чудесный коньячный цвет. Чудесный образец. Две ниточки. Так и думала, что я сыну джемперс вяжу. Так, это пряжа. Я ее уже показываю не раз. Кашемир 28 и хлопок Pima 72. Фреско. Фреско называется пряжа. Она прекрасна. Но я вот ее кручу-верчу, да. Опять же, вот телефон у меня замечательный. Но он не показывает нюансы. В этой пряже есть как светлые коньячные участки, так и темные. И я не знаю, что вообще ввести. Как поставить руку, чтобы это можно было заметить. Вот если беленький, сейчас я шпаргалку так. Нет, он все равно какая-то красная, марсаловая. На самом деле он очень-очень даже темненький. Красивый такой темненький. И вот этот махер я взяла с одной стороны просто так, с другой стороны, ну, я люблю, когда у меня много всяких махеров. Потому что это шикарный подмод. И это шикарная самостоятельная такая, ну, как это сказать. Не масса. Материал шикарный, самостоятельный, с которым можно связать все, что угодно, все, что угодно. Джемпер, недоджемпер, сейчас эти каратыши моды. И я вот вижу, как он подходит к темненьким вкрапушкам на этой пряже. Исключительно он подходит. И решила связать образец. Маленький-маленький образец связал. Девочки, я покорена. Я вам сейчас покажу. Посмотрите, какая игра красок. Это прям вот умножайте. Вот если вам красиво сейчас, если не красиво, это, ну, как сказать, на вкус и цвет всех ломается разный. Если вам красиво кажется, это умножайте красоту на два раза. Не передает телефон этой прелести. Вы знаете, как будто вот уже на грани вишни, которая, все, ее нужно кушать, иначе забродит. И игра светлых оттенков и темных оттенков, я уже и палец ставлю так, делает и без того красивую пряжу, но красиво кому-то именно это нравится. Еще более красивый. Какое-то, знаете, словно свечение, что ли, появляется изнутри, я не знаю, как это сказать. Но такая прелесть, такая прелесть. И я хочу как-то отложить сейчас летние изделия. Я на них сейчас сконцентрирую. Ну, в смысле, на новом процессе. Уже начала бы, если бы не купила новую пряжу, и меня бы не поглотили образцы, я бы уже начала новый летний процесс. Он прям на очереди стоит. А я хочу вот это. И сегодня я хочу джемпер своеобразного. Вырезом завтра я хочу палантин, потому что, вы знаете, то стройнее, то полнее. Вот, а палантин это навсегда. Причем такой красивый, такой благородный. Я не стирала. Я прям крохотно связала. Я ведь еще жалею. Мне бобинки жалко. Он такой полноценный образец из одной этой бобинной пряжи есть. В смысле, как из одной, в две ниточки. В смысле, только из этой пряжи и ничего больше. Вот, я связала. Мне бы только посмотреть, как смотрится. Посмотреть, как смотрится. Девочки, это фан-та-сти-ка. Мы с вами на пальцах накручивали. В предыдущем или предпредыдущем видео. В общем, я теперь вот эту вот вещь хочу. Вот этот махер, который, может быть, даже прошла бы не заметила. Именно с этой пряжей. Ну, такой танец выдал. Такой вообще танец выдал. Вот сейчас у меня вот более-менее темная такая благородная вишня. И, знаете, эти цвета не относятся к моим любимым. Но уж если я вяжу редко, но метко, вещи мне очень идут. Потому что не каждому цвета типа подходит. Нужно осторожно знать четко, как, куда, с чем. Это потрясающе. Получилось мне очень-очень понравилось. Что делают махеры, что делают миксы, как они... Ну, я не знаю, девчата. Просто вот эти две пряжи. И вот такое чудо выдали. Прелесть, прелесть, прелестная. Далеко не убираю. Я подумаю над этим. И над этим еще очень-очень хорошо подумаю. А как иначе? В общем, без миксов порой прям спокойно обходимся. Но порой хочется чего-то эдакого. И такое эдакое дают нам именно миксы. Именно миксы. Девчата, хотела уже закрыть картинку и переходить к носочкам, которые там. Я сейчас вяжу. Там тоже речь чуть-чуть о миксах поговорим. Так пишет мне Эльвира. Пришло сообщение. Как в кон, а? Я обычно вот убираю штатив, убираю себе мотовочки, клубочки. И тогда приходит какое-то очень важное и нужное сообщение. Значит, Эльвира пишет. Танечка, пришли поедки, которые ты ждала. Вы посмотрите. Вы только посмотрите. Хорошо не убрала. На фоне всего этого богатства, да, миксы. Я вам сейчас покажу. Я понимаю, что фотография фотографии придет. Может быть, прийти то, что надо, то, что не надо. У Тани уже в другой... Даже не то, что в другом направлении. А что если... Чуть-чуть, где-то очень чуть-чуть. В общем, понимаете? А вы ждете от меня новых изделий. Тут мысли. Тут мысли вот... Пусть они попляшут, поуспокоятся, побродят. Остановятся где-то, когда-то. И я что-нибудь начну. В общем, девочки, делаю заказ. Ну, человек помнил, что я ждала. Я взяла поедки такие, да не такие. Сейчас я их покажу. Принесу, не поленюсь. Вот, девчата, какие поедки я купила у Эльвира. Не так давно взяла остатки. Они, видите, ну, как бы сказать, менее деликатные. Они более яркие. Потому что я люблю, когда фон, ниточка и поедки одного цвета. Но когда мне Эльвира сказала, что таких вот нет, вот именно с такими... Так, сейчас. Пять секунд. Картиночка, ты куда ушла? Ой, и держать в руках поедки. И второй телефон. Вот таких вот нет, есть вот такие. Ну, я говорю, ну, разницу, конечно, что называется, почувствуйте. Но я все равно взяла, пусть будут. Ну, конечно, вот такие поедки, они более кричащие, да. Я люблю деликатные. Ведь есть поедки в цвет, есть поедки на контрасте, есть мультикалоровые, есть бесцветные, большие, маленькие, королевские, простые. И вот взяв вот эти, я говорю, когда будут, все-таки, на которые я глаз положила, ты мне, пожалуйста, скажи. Эльвирочка все помнит, и она говорит, пришли. Я обязательно возьму. Честно говоря, эти поедки я заказывала вот к этой пряже. Видите, как глубоко уходит цвет, но кто сказал, что прям вот нужно цвет в цвет? Нет. Я тогда видела некую паутиночку, где вот эта пряжа будет миксоваться вот с поедками. Теперь я уже, во-первых, из этой пряжи связала брауни, да. Я подматывала, миксовала еще, с моточной пряжей. Прекрасный кардиган получился. Тут у меня, значит, подоспел. Все меняется, все течет, все меняется. Вот этот махерчик. Тихо не падаем, тихо не падаем. Тут еще на грани фантастики, видите? И, конечно, этот мы убираем до какой-то другой мысли, а обязательно что-то. И когда придут поедки, да, вот эти тоже подходят, но они вот меня смущают. Именно такой блеск. Вы знаете, как он выручил? Дело в том, что эти поедки, я взяла остаток на бобине, который вам сейчас вот показываю. И еще я взяла эти поедки моточек был. Моточек, и пряжа бывает в поедках, и в моточках это хлопок. И мотка у меня уже нет. Мы такой костюм соорудили, внученьки моей знакомой. В общем, нам нужна была такая, ну, типа жадя, понимаете? Танцевать, клон, помню фильм, да? Вот, костюм жаден. Нужен был. И все у нас вроде стверкало, и все у нас вроде блестело, и монетки, и блестюшки, и чего-то нам не хватало. А не хватало нам как раз того моточка. Мы вот кое-где подвязали. Вот юбочку-то не назовешь. И даже там не юбочка, а какая-то косынка, которая на бедра завязывается. Но у нас, в общем, вы знаете, все в аккурат. Все в аккурат. Оказывается, в общем-то, все найдет свое место. И это обязательно я куда-то, может быть, полосочкой, может быть, кармашечком. Кто знает, кто знает. Но жду я сейчас именно поедки. Вот такие. И они, конечно, что и говорить, подходят сюда лучше. Не могу пока точно сказать, буду я их сюда подмешивать или не буду. Я все посмотрю. Я все ниточкой приложу. Ну и мои миксы не прекращаются. Хотела сказать, продолжаются. Потом думаю, да, конечно, продолжаются. Они не прекращаются в моих носочках. Миксую и миксую. И вот, значит, мамай вовсю у меня начался. Вся это носочки мая, апреля, ой, марта, апреля и мая. Ира, Ирина, зрительница, назвала мамай. Я согласилась. Девочкам многим понравилось. И все, что мы свяжем весной, будет у нас мамай. И вот у меня пробуждение. Первое. Нет, не первое. Эх, я и врушка-болтушка вам сейчас покажу. Первое, второе. Первое. Это у меня вот миксики. Я останавливаться подробно не буду, потому что, когда подсоберется несколько пар, я обязательно расскажу о носках конкретного месяца или конкретного периода, если за месяц будет связано мало. Ализе супервошка светлая, Ализе супервошка бежевая, Ализе супервошка коричневая. И на протяжении абсолютно всех цветов сопровождает микс. Как же без него? Стирать только руками. Супервошку-то можно одну хоть где в машине, а вот когда добавляем козьи пул для того, чтобы было теплышко, то стирать руками, иначе сядут. Вот он мой микс. Первый, да, это я потом расскажу в отдельном ролике. Вот мои вторые Мамаева носки. Здесь тоже микс. Вообще микс творит чудеса. Тоненькие спицы. Кто любит, да, тот из носочной пряжи спокойно вяжет. Танечка не любит тонкие спицы. Подарок от Катерина. Она положила и Ализе Артисан, и подмот. Вот эту замечательную альпаку. Носки получаются, конечно, что и говорить. Вот такая игра красок. Выливается вот в такую вот рябушку. Она не навязчивая. Мой телефон ее даже больше как-то подчеркивает. На самом деле. А что я вам буду в делах вязальных показывать? Я вам уже показала готовую работу. Катерина же мне подарила пуговички. И вот мухомора на сером. Мне кажется, прекрасно. Я даже вот еще чуть-чуть, но лес же все-таки, да, обвязала зелененьким. Микс чудесный. Я вам сейчас просто покажу. Видите, игра красок. Обожаю. Неплохие носки были бы просто из серой пряжи. Кому-то они лучше нравятся. Но кто, как и я, не любит вязать тонкими спицами, да, вот для нас придуман микс. И миксы творят чудеса. Катерина, огромное спасибо. Именно Катя подарила мне и эту пряжу с этим подмотом. Наверное, многие знают, кто не знает, скажу, что вот эта пряжа ручного окрашивания Gazal Happy Fit, она в своей пасмочке разматывается на две равные части по 50 грамм. И отдельные моточки получаются из одной пасмы. В подмот я взяла Ангора Fine. Катя подобрала абсолютно все по цвету. У меня есть распаковка посылки, где прямо пасмочка, цвет, пасмочка, цвет. Мамай у меня будет очень красочным, ожидает. И приятно вязать. Махер 50 грамм, 50, ой, 50 процентов. И нейлон 50 процентов. Изумительно подходят цвета. Я вам сейчас покажу, как получилось. Кстати, уходит 31 грамм. У меня 19 остался от одного. Наверное, 19 останьте от другого. Вы посмотрите, какая это прелесть. И это еще, знаете, не... Когда ведь носишь, когда ходишь, там все это... Что-то черненькое нужно. Вот на черном фоне хорошо видно, как это все пушится, как это все приятно. Носки становятся... Я не говорю, что из одной носочки плохо. Это очарование. Из одной носочки тоже очарование. Но вот с такими добавочками это что-то с чем-то, конечно. Надеюсь, что за сегодняшний вечер я свяжу еще второй носочек, чтобы хотя бы две пары носочных показать. Я сейчас вся ушла в образцы, в знакомство с пряжей. Но без этого... Если душа просит, это нужно делать. Из остаточков можно... Вы знаете, здесь хватит на детские носочки. Возможно взять, например, лидию зелененькую. И связодельские носочки. В качестве подмота я часто беру лидию. Это не пушисто, но это тоже очень здорово. Одна ниточка, две ниточки. Как желаем. Здесь 1613 метров на 100 грамм. Очень хорошо подходит. Или, например... Телефону нравится. Раз чумеет, значит нравится. Или, например, взять любую супер-вошечку и заполосатить. Это прелесть. Вот к белой, к молочной подойдет. Вот какие у меня остатки оставаться у меня будут. У меня еще различные пряжи. Прелесть. Или, например, посмотреть и выбрать серый цвет. Зеленый цвет. Зеленой сейчас супер-вошки нет. Артесант, например, есть. Вот вижу я что-то такое бежевое. Почему бы нет? Вот это вот бежевое. Такая она универсальная. Любые полоски на ней будут смотреться. Но потрясающе. Потому что этот цвет мы можем увидеть здесь. В паглинке. Заполосатить. Все вот эти я прям буду собирать. Я даже не знаю, что я хочу больше после пара носочной, когда второй носок свежу, на детский перекинуться. Или на другой шикарный микс. Меня же ждет, видите, у меня весна красна. Это называется пробуждение. Знаете, такое все. Первые почки, первые листочки, первые всходы в рассаде. Огородники меня поймут. А это весна красна. Многие девочки написали, что на поле маковое похоже красной. Девочки на поле. Я не спорю. Но и у меня весна красна. Чем прекрасен весенний мамай тем, что он многогранен. Здесь тоже останутся. Потому что я сейчас вижу не 40 какие-то, да? Нам 39, максимум 40 носочки. И останется. И потом вот, конечно, тоже вот это чудо. Что в белый цвет, что вот в бежевый, который я показала. То есть, сначала без всякого отрыва, без узелков, без микса связать пару. А потом уже из остатков творить такие чудеса. Мне, кстати, очень нравится. Очень нравится из остатков. Они получаются уникальными. Уникальными. Ну что ж, мой добрый зритель. Сегодня я снова воспела оду миксом. Хотя, безусловно, это песня без конца. Начиная с начала. Я посмотрела, какое чудо новая пряжа, которую я купила. И пусть я не решила, вязать я буду с махером или без. Пусть. Я выбрала самый главный номер спиц. Это будет чуть меньше, чем тройка. 2,75, наверное. И это будет меньше, чем 4,5. 3,75, 4. Это уже здорово. Я готова к осине. Хотя, поворотные ряды, возможно, принесут совсем другую картину. Я увидела прекрасное сочетание махера с пряжей. На которую были совсем другие планы. От этого сочетания в восторге. Жду посылочку. Чтобы не платить за доставку только пайеток. Я выбрала еще, знаете, такие универсальные цвета супервошки. Однотонные, которые будут потом миксоваться мной с остатками вот этих ярких секционок. Пригодится. И спицы 2,75. Почему-то я у себя не нашла спицы 2,75. У Вильвира заказала. Посмотрели мы на микс. Носочные пряжи и пушистика. Это прелесть. Я могу только повторить. Это прям вот прелесть прелестной. Телефону тоже нравится моему. Раскинула планы ближайшие. Довязать второй носочек. Я никогда не держу. В паузе долго, потому что у меня меняется плотность. А вязать сразу два носочка я не люблю. Ну и, конечно же, раскрашивать. Раскрашивать весну в яркие краски. Это сделать легко и просто. Спасибо, Катерина. Вот такие у меня чудесные ближайшие планы. Начать новый процесс. У меня, знаете, у меня метание. И это хочу. И летние пряжи Белли ждет. Ой, это прелесть. Это прелесть. Давайте, чтобы Беллюшка не обижалась. Я... Или Белушка. Положу ее сюда. Я помню. Я помню. Просто руки две, идей море, мыслей океан. Так и живем. Но это прекрасно. Это прекрасно. Мои дорогие девчата. Еще раз с праздником нас. С праздником всех нас. Здоровья крепкого, удовольствия от хобби. Каким бы оно ни было хобби, удовольствие. И до новых встреч. А они обязательно будут. Снято. Продолжение следует...